График недавнего визита в Петербург вице-премьера Ольги Голодец был очень насыщенным, что все же не помешало ей встретиться со студентами в новом кампусе Михайловской дачи Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, ребята. Извините, что произошла такая задержка. Буквально два слова скажу. Меня абсолютно поразило это здание. Я не ожидала такого увидеть. У меня по документам всегда идет Михайловская дача. Я говорю, что же это такое? Так дорого стоит. Ну вот надо делать. И вдруг мы въезжаем в такое удивительное место. И я говорю заместителю губернатора Сергею Николаевичу, говорю, вот это место. Как бы я хотела здесь учиться. Он говорит, знаете, я бы тоже не врач. Эта встреча состоялась 24 сентября. Вице-премьер коснулась многих социальных тем. Не остались без ее внимания и современные тенденции подготовки специалистов. Ольга Юрьевна отметила, что сегодня студентам важно развиваться в разных направлениях, не замыкаясь только на свою профессию. Я знаю, что в вашем университете это сильно пропагандируется. Сегодня не нужно быть узким специалистом, потому что все прорывы, они лежат в пограничных зонах. И это комбинация совершенно неожиданных способностей, талантов, знаний и навыков. В завершении своего выступления Ольга Юрьевна говорила о том, что дипломы СПБГУ позволят студентам работать за границей, не хуже иностранных специалистов. Все, кто сегодня конкурентен, а вы являетесь абсолютно конкурентной рабочей силой, уже такие люди, как вы, они себя оценивают не по внутреннему рынку труда, а они себя соотносят с мировыми рынками труда и очень четко взвешивают свои возможности. И вы – это главное, что может двинуть сегодня вперед нашу экономику. Речь вице-премьера вызвала особый интерес, но все с нетерпением ждали, когда можно будет задать и свои вопросы. Ребят интересовали многие серьезные проблемы, с которыми сталкивается сегодня экономика страны. Но, как ни странно, самым актуальным для молодежной аудитории оказался вопрос далекого будущего – пенсионный возраст. Мы сначала должны навести порядок у себя в стране, создать действительно хорошие условия для того, чтобы мужчины у нас тоже, как и женщины, доживали до возраста, до которого доживают сегодня все европейские страны, и тогда мы можем говорить уже о других реформах в сфере пенсионного обеспечения. После встречи ректор СПБГУ Николай Кропачев провел для вице-премьера экскурсию по главному учебному корпусу. Ольга Юрьевна осмотрела здание, познакомилась с выставкой, посвященной созданию кампуса. В небольшом эксклюзивном интервью нашему каналу она поделилась, что была восхищена не только новым корпусом университета, но и разговором со студентами. Я могу четко сказать, что в этом университете абсолютно студенческая, в самом хорошем смысле этого слова, атмосфера. Здесь действительно созданы условия для образования ребят, и то, что у этих ребят хорошее будущее, я не сомневаюсь. Денис Сосин, Владимир Лушин, Рустам Акберов, телеканал МОСТ.